На финишной прямой в медучреждениях города идет косметический ремонт. Помещений, как лечебных, так и диагностических. Как оценили пациенты апгрейд? Не вписался. Водитель такси разбил чужую машину и скрылся с места аварии. Во что вылился необдуманный поступок? Люди искусства в Абруйске чествовали работников культуры. Очень приятно. Чем порадовали ценителей прекрасного? А также мгновенные платежи, бумажные деньги и положительные результаты. В Беларуси более тысячи человек воспользовались бесплатной попыткой ЭКО. Сколько женщин стали матерями? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Время серьезной консолидации президент принял участие в Совете глав государств СНГ. Главной темой стало формирование многополярного мира. Прошли также двусторонние встречи Александра Лукашенко с лидерами стран Содружества. Заседание в узком и расширенном составах. Белорусский лидер представил позицию предложения нашей республики по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ. Я хочу просто обратить ваше внимание на появившийся новый тренд. Вот БРИКС, вот ШОС и так далее. Безусловно, это организации, возможно, и будущего организации. Но видите, что определенное торможение там присутствует. Все-таки уровень интеграции между Евразес и СНГ даже, уровень интеграции у нас выше. Ну, хорошо, ШОС. А если бы мы были в ШОС и БРИКС, если мы там будем, как единая организация, а что, наши позиции бы ослаблены? Нет. И я уверен, что тут и России надо активнее себя нести, не глядя на то, как там американцы или Запад себя ведут, или куда они смотрят. Россия должна быть таким образующим, системообразующим нашего объединения, СНГ. И в БРИКС и ШОС мы должны стремиться к тому, что мы там будем как единая организация, более продвинутая, интеграционная, политическая, экономическая и так далее. Поэтому, глядя на ШОС и на БРИКС, дай богу, в БРИКС мы будем членами этой организации. Надо укреплять свое, надо развивать свое. Лидеры стран Содружества приняли ряд совместных заявлений, рассмотрели вопрос учреждения статусов наблюдателя и партнера СНГ, внесли некоторые изменения в правовые акты. А вось прокатит. В Могилеве такси скрылось с места аварии. 43-летний водитель «Лада» в одном из дворов при движении задним ходом въехал в стоящую легковушку. Инцидент произошел на глазах у пассажира. Кроме того, в момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения на многоэтажке. Как поступить в этой ситуации, житель областного центра думал 15 минут. В итоге сел за руль и уехал. Водитель лишился прав на два года и попал на крупный штраф. Спасенные леса, быстрые деньги и хвостатые участники в республике выберут лучшего служебного пса. Что получит победитель? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Финучреждения Беларуси запустят мгновенные платежи по номеру телефона. Услуга полноценно заработает до конца года. Совсем скоро для пользователей появится возможность быстрого перевода денег и в Россию. В перспективе интегрировать отечественную разработку в системы стран-участниц ЕАЭС. В дальнейшем Нацбанк планирует развивать вид такой оплаты от визлиц в сторону госорганов, юрлиц, индивидуальных предпринимателей и наоборот. В Беларуси объем денег вырос на треть. Оборот бумажных купюр на 1 октября – 9 миллиардов рублей. Этот показатель учитывает всю наличку у населения и в кассах корпоративного сектора. Одновременно с этим снизилось количество депозитов в иностранной валюте. На первое число сумма вкладов в долларовом эквиваленте – около 4,5 миллиардов. В Беларуси за сутки ликвидировали четыре лесных пожара. Общая площадь возгораний в массивах составила почти 2 гектара. Также горения зарегистрированы и в других экосистемах. От огня пострадали торф, трава и кустарники. Несмотря на похолодание, пожароопасный сезон продолжается. Минлесхоз призвал граждан соблюдать правила безопасности и не нарушать запреты на посещение. С начала 2023 в Беларуси воспользовались бесплатной попыткой ЭКО более тысячи человек. Благодаря этому 410 женщин забеременели. Расходы государства превысили 12 миллионов рублей. Беларусь занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран и входит в 50 лучших государств по ведению беременности и организации родов. В республике выбирают лучшего служебного пса. Международный чемпионат по многоборью кинологов и собак специального назначения проводится в 18-й раз. В этом году за приз борются 34 специалиста со своими хвостатыми напарниками. Четырехлапые конкурсанты и их хозяева проходят задания в трех категориях. Одно из испытаний – обнаружение взрывоопасного вещества в грузовой машине. Победитель войдет в состав сборной команды Беларуси для участия в интернациональных соревнованиях. По Бобруське начался демонтаж Титовского моста. По новому путепроводу накануне уже организовано двустороннее движение. Сейчас идет благоустройство пешеходной части прилегающей территории. Закончить разборку старого специалисты планируют до 1 января 2024-го. На выходе будет две независимых переправы длиной 252 метра. И панорамная площадка, с которой весь город будет как на ладони. Новый мост идентичен этому, он просто по длине. А по ширине он немножко будет уже. Потому что на этом мосту здесь реализована пешеходная дорожка и велосипедная дорожка. А на другой стороне моста будет только пешеходная дорожка. Масштабная реконструкция Титовского моста взамен старого путепровода, построенного 66 лет назад, началась в декабре 2021-го. За правый берег отвечает Могилевская ДСТ-3. За левый дорожно-строительное управление из Гомеля. Проектировщик Белгий Продор. Заботой о пациентах в центральной больнице полным ходом идет косметический ремонт нейрохирургического и приемного отделений. Седьмая поликлиника тем временем обновила кабинеты забора крови и гематологических исследований. Ольга Васенда окунулась в тему. Идет на поправку. Ольга Ловицкая в нейрохирургическом отделении БЦБ десятые сутки после сложной операции на позвоночнике. В просторной палате она лежит еще с двумя пациентками. Женщина отмечает. Везде порядок и чистота. Новые тумбочки и кровати. Медперсонал рядом 24 на 7. И врач, и он сам приходит после операции, сам поднимает вас, рассказывает как, что и это. На перевязке постоянно он присутствует. Обслуживание очень хорошее. Мне нравится. Отделение преображается на глазах. В палатах вместо линолеума уложена плитка, свежевыкрашенные стены, новая проводка. Условия пребывания на высшем уровне. Здесь лечат пациентов с черепно-мозговыми травмами, грыжами межпозвонковых дисков, заболеваниями периферической нервной системы. Им, как никому, важны удобства и забота. Сроки лечения зависят от формы заболевания и от тяжести полученной травмы. То есть, среднее пребывание пациентов 10-12 суток. Отделение оказывает нейрохирургическую помощь жителям города Бобруйска и пяти прилегающим районам. Такировские, Кличевские, Осиповические, Ингузские и Бобруйские районы. Обгрыд затрагивает коридоры, душевые и санузлы. Пополняется необходимый инвентарь. Обновляется внешний вид сердца больницы. Приемного отделения. Отсюда пациентов распределяют к профильным специалистам. В среднем за сутки сюда поступают более 70 человек. Обследование проводится в полном объеме по обращению пациента, по заболеванию на уровне приемного отделения. Сестры у нас работают квалифицированные. Приходят молодые. Остаются у нас. Так как, я понимаю, любят свою профессию. Обучаются с удовольствием. В седьмой поликлинике косметический ремонт – это обновление пандусов, стен, полов, потолков. Первые на очереди – отделение дневного пребывания и клиника диагностической лаборатории. Специалисты проводят исследования в светлых кабинетах на качественном оборудовании. Ежегодно составляется план мероприятий по улучшению материально-технической базы. В том числе одним из пунктов этого плана является проведение текущих ремонтов помещений, как лечебных, так и диагностических коридоров и фойе поликлиники. Здоровье человека в приоритете государства. На качество медицины не раз обращал внимание президент. По многим показателям наша страна в тупе. Здравоохранение работает и задачу свою выполняет. А все благодаря комфорту на местах. Как для врачей, так и для пациентов. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Мир прекрасного в Бобруйске чествовали работников культуры. В театре драмы и комедии торжественный вечер «Зажечь сердца» – великое призвание. В адрес людей искусства звучат искренние поздравления. Лучших награждают почетными грамотами и благодарностями. В подарок для работников культуры творческие номера от коллективов города и премьерный мюзикл «Эскапада» «Мистерка». Очень приятно, что я могу посидеть просто в зрительном зале, насладиться творчеством своих коллег и получить награду за свой труд. Работники сферы культуры делают очень много для того, чтобы сохранить культурное наследие своего города, его успешно популяризировать и развивать. Радует, что подрастающее поколение также влюбляется в нашу деятельность. Только в этом году ряды работников культуры Бобруиска пополнили порядка 20 молодых специалистов. Для их творческой реализации в городе созданы все условия. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова